так но в продолжение разговора значит я так понимаю это предохранительный клапан я сперва подумал на него на насосе на моторе все-таки это гидромоторная ну и вот он сам я снял предохранители поставил что все равно прямую нифига это не помогло стал искать на этом в интернете на сайте такое чего он блин нихрена не найти поехал в нашу гидравлику наши гидравлика это передовые люди которые все знают и которые даже выходить не стали сказали импортные гидромоторы мы не ремонтируем потому что ни запчастей ничего нету и все нафиг иди отсюда что я узнал бы вся нового этот гидромотор он не знаю как правильно называется но скинул в описании в общем говорит что он медленный но очень сильно и типа таких стоят на лебедках но у профессионалов я спрошу пойдет ли он на лебедка и сколько он вообще потянет и нашел в интернете я подобные гидромоторы кто вернее даже не в интернете она зоне нашего хотел даже взять 50 литровый 100 литровый думаю на 50 литров угадать как бы то есть начался вот этот транспорт угадывание не угадывай потом по фотографии я вышел на их сайт нашел ватсап их и списался мне будет в течение пяти минут хотя на трех или четырех сайтов оставлял запросы все фигня скину потом в качестве рекламы где чего и как я нашел нашел это битма гидромотор он гордо нет ты нам скажи характеристики что это за это херня хрень я беру вот-вот сфотографируйте херня с фотографированным торец вот вот его название и оказался он ls g2 200 литровая хотел взять 100 литровый такой в общем нашел я его стал рыться по интернетам в районе тридцатника такие среднем цены по гидромотором очень очень сильно расстроился но в связи с ценами на обмотчик там районе вот это даже тося 160 я уже думал что как бы нормальная цена и все сложив общие ценники подумал что в районе 30 до 35 там 40 до 40 тысяч будет стоить этот гидромотор крутящий очень и очень сильно расстроился и решил что у меня в этом году сенокоз закончится но прикол в том что оказался он стоит 7 500 и 8000 аналоги то же самое импортные все болгарские фигарские и типа такого все в общем заказал его 7500 доставка 8200 он не обойдется это про него что скажет зале наши гидравлисты это одноразовый не ремонтно пригодный мотор но услышав цену про 7 500 8000 я понял что это так и есть вот такая звезда сколько зубьев считаем звезда которая крутит обмотчик раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 еще раз 1 6 7 8 9 10 11 болт и шпонка придет новый покажу чтоб так наконец-то приехал новый мотор нашел я его кстати как думал что найду не так но вон он здесь есть все это взял я его хорошей фирме случайно через озон ее нашел маленько подмочилась за ночь сейчас скажу как она называется арис арис фирма уфе с уфы правда эти подвели меня ехал он почти 10 дней обещали за три дня опаньки и не подходит все подходит да а ты уже пихал значит вот оно что продолжаем сейчас будем собирать покажу что как получится так мотор поставили все протянули сейчас будем испытывать как он чё это натяжку сейчас зафиксировать забыл и пробу в общем решение кроссвордов продолжается оказывается дело было не в бобине витамин в общем разобрали блять полностью и вальцы сняли и но это как раз для самодельщиков которые у меня просили ну это устройство что да как в общем звездочка и эта херня одна целая два подшипника не знаю каких вал приваренный снизу усилен профилем также и что у нас произошло у нас произошло то что вот здесь вот срезала резьбу у нас нижняя звездочка вращается отдельно от вальца от вальцов не просто все не мог понять в чем принцип как бы действия ну разобрали все это все стало понятно да что понятно я думал что это крышка второго подшипника а это нихрена это казалось нижняя втулка сквозная которая была здесь приваренной которую сорвала и у нас он насос начинает вроде бы резко его крутить а потом все зажимает начинает тереть и насос не осиливать его прокручивать и такая херня грешили на не насос на мотор и оказалось что дело совсем не в моторе на вот такая вот фигня произошла сейчас я ее всю обварю конкретно и будем собирать звездочку наверно надо посчитать сколько здесь зубьев на той по моему 13 которая стоит на насосе она это сейчас посчитаем давай это вот сейчас заметим вот раз два три 4 5 6 7 8 10 11 12 13 крути маленько 13 14 15 15 17 17 17 18 нации 20 21 22 23 и 25 26 50 64 получается сейчас еще раз раз два три 4 8 9 10 11 12 26 26 26 и 26 52 52 зуба получается эта звездочка вот эта втулка вот она толстостенная она сквозная то есть профиль этот и два подшипника там такой снизу стоит на звезде на втулке на это и здесь такой сверху стоит конической шестерна сейчас покажу вот конечка стоит ну посчитайте сколько здесь ну и здесь посчитайте сколько так здесь два стоит одинаковых это на приводы вальцов что пальцы крутились звездочки вал длина ну заверить не могу пока так это вал в самое простое мне кажется собрать конечки надо подбирать мне кажется эти звездочки звездочки эти можно нарезать на лазарь но в принципе ничего страшного я тут не вижу увижу то что я могу самостоятельно зимой такой обмотчик сделать здесь ничего такого нет я очень переживал что насос стоит бешеных каких-то не насос мотор бешеных каких-то денег ну уж я нашел ссылку на них на их сайт я дам видео где чего и как аналоги где он применяется я все нашел в есть список так что без проблем можно а здесь сварка ничего вот проблема вот эти вальцы где сделать диаметр ну думаю что никак маленькой практике и вальцы получится сделать ладно буду варить будем собирать давай но все поставил на место с мамы ли надо цепь сейчас смажу но там варить профессионально так как вышло такое показали как электрод держать так буду дальше собирать сейчас цепь смажу на этом наверно все или сейчас покажу как будет об